Лето быть! Лагерь имени Гагарина прошел проверку оздоровительной комиссии и ждет детей на первую смену. Люди, кусты и служебные псы. День пограничника городской корреспондент встретил на засекреченной заставе. Бэмби зовет на помощь. Благовещенский зоопарк собирает средства на строительство вольера для олененка-сироты. Обо всем подробнее расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости города. Здравствуйте! И к первой теме. В Благовещенске продолжаются плановые отключения горячей воды. В этот раз без нее остались жители центральной части города. Коммунальное благо отключили в домах, находящихся в квадрате между улицами 50-летия Октября и Лозо, а также Ленина и Октябрьской. Здесь воды не будет до 7 июня. А вот в многоквартирные дома микрорайона, расположенные на улицах Студенческая, Дьяченко, Институтская, Воронково, Василенко и Кантемирово, она должна была вернуться еще в прошлую пятницу. Однако этого не произошло. В связи с тем, что АКС в ходе гидравлических испытаний выявили дефекты на внутриквартальных сетях. Их планируют устранить в кратчайшие сроки. Дожди не покинут Благовещенск еще как минимум пару дней. А ветер и вовсе усилится до 16 метров в секунду. Помимо дискомфорта, непогода вносит коррективы и в благоустройство города. Покраску, высадку цветов и многие другие работы из-за дождей пришлось приостановить. Были объекты спортивные, которые мы должны были подготовить и уже запустить к дню города. Но, к сожалению, погодные условия на прошлой неделе наши графики немножко сбили, а на этой неделе они практически наши графики поменяли полностью. И поэтому сегодня мы не сможем в том объеме, как планировали, выполнить эти работы. Их придется немножко продлить и уже дополнять после дня города. В частности, придется перенести открытие скейт-парка в ОКЦ и роллерной площадки на набережной. Между тем, погода обещает наладиться к субботе. Ветер хоть и не будет слабым 11 метров в секунду, но температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Между тем, непогода никак не влияет на работу оздоровительной комиссии по приемке пришкольных и загородных лагерей. Уже в эту субботу часть из них будет встречать первую смену. За два дня проверяющие побывали на 10 площадках. Очередной точкой стал лагерь Гагарина. Что там сделано для комфортного отдыха детей и какие еще штрихи осталось сделать? Узнаете из сюжета. Гагарина стал вторым по счету загородным детским лагерем, который проверила оздоровительная комиссия. Переносить приемку не стали, даже несмотря на непрекращающийся дождь и ветер. Первая смена здесь стартует уже 4 июня. Специально к летнему сезону здесь обшили корпуса, уложили тротуарную плитку и установили крытую сцену. Старая, еще советская, была без крыши. И во время дождя каждому отряду приходилось проводить время в своей беседке. Это было неудобно сейчас. Вопрос, где проводить общелагерный сбор в непогоду, почти решен. Осталось уложить покрытие. Там бассейн, беседки, поля. Вот душевые. Бассейн с подогревом? Да. То, что бассейн с подогревом, комиссию порадовало. Как и то, что рассчитан он на детей разных возрастов. Чашу уже почистили. Водой наполнят после того, как закончатся дожди. В корпусах тоже все готово. Даже от комаров провели специальную обработку. А в столовую и муха не залетит. Мы в этом году поставили специально от мух. Вот такие штучки. Чтобы не было ни мух, ничего. Что должно быть обязательно, так это огнетушители и планы эвакуации. К противопожарным требованиям у проверяющих повышенный интерес. Особое внимание мы уделяем – это работоспособность автоматических установок пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения и действия персонала в случае возникновения пожара. И готовность к этим действиям. На данный момент проверка проходит. Замечаний нет. В принципе, организация готова к приему детей. За это лето в Гагарина отдохнут больше шести сотен ребят. На каждый день для них уже составлен план досуговых мероприятий. У нас творческое направление. Оно так и остается. Мастер-классы по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, декоративно-прикладное творчество. Рисование пользуется популярностью. Танцы, конечно же. Гончарный круг к нам сюда переедет. Два гончарных круга. И дети себя будут пробовать вот в этом виде искусства. То есть, ну, много интересного всего. Насколько интересно и безопасно будет в других загородных и пришкольных лагерях, комиссия еще проверит. За два дня она дала зеленый свет десяти площадкам. Акты у нас все подписываются. Все проверенные нами комиссии лагеря готовы к летней оздоровительной кампании. Еще у нас останется проверить. Тринадцать лагерей нам еще останется проверить. Сделать это проверяющее намерены до конца текущей недели. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Идет в Благовещенске подготовка и к купальному сезону. Он стартует первого июня. В этом году в городе будет действовать восемь мест массового отдыха. На Зее искупаться можно будет на Амурской-1, в районе переулка Связнова, в Белогорье и в Зазейском. Одно место для купания будет действовать в Маховой паде на ручье Буяновском. Позагорать на Амуре можно будет на отрезке от переулка Уралова до Артиллерийской. А любители отдохнуть на озерах смогут это сделать вполне легально на Первом Владимирском. Везде уже установлены вышки. На них будут дежурить больше 30 матросов, а параллельно с ними спасательные группы. А в местах, где купаться строго запрещено и в городе 20, установят соответствующие знаки. Те, кто их будет игнорировать, ждут штрафы. Установлено административное ответственность за нарушение требований знаков безопасности на водных объектах. То есть мы в этом году уже под знаки будем спокойно, с привлечением, конечно, с оказанием помощи полиции, сможем составлять административное правонарушение и привлекать к ответственности лиц, которые купаются в неустановленных местах. Остались без покупок, не досмотрели фильм до конца и просто напугались. Тревожные сирены с сообщением о возможном террористическом акте заставили эвакуироваться посетителей сразу в восьми торговых центров Благовещенска. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах начали поступать в дежурную часть в шестом часу вечера. Крупным торговым центрам, среди которых острова, мега, флагман, перекресток и ледяной, незамедлительно выехали полицейские спасатели. Они эвакуировали из зданий посетителей и персонал. В результате проверок специалисты не обнаружили каких-либо опасных предметов. Кстати, Благовещенск не единственный город, по которому прокатилась волна ложных минирований. Массовые эвакуации также прошли в Улан-Удэе и Иркутске. Специалисты ищут источник сообщений. И к другим темам. Российские пограничники отмечают профессиональный праздник. Они охраняют больше 60 тысяч километров государственной границы. 1250 из них – амурские. О количестве защитников в рубеже говорить нельзя. Расположение их пограничных застав тоже. Внесут службу на границе. Из Нской части материал Анжелики Павловой. Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Личный состав для проведения боевого расчета построен. Далее гимн страны и поднятие флага. Так начинаются пограничные сутки на заставе. 365 дней в году. Ровно столько же охраняют границу. Выполняйте приказ. Пограничный ряд направо. Вод. На охрану государственной границы Российской Федерации. Шагом марш. Предугадать, когда зазвучит сирена, невозможно. Но если это произошло, действуют пограничники быстро и четко. И он, и он, и он, и он, и он, и он. На все про все три минуты, когда нарушитель на границе, действовать нужно молниеносно. Мужчине, переплывшему пограничную реку на надувном баллоне, не удалось пройти и ста метров. В засаде его уже ждут пограничники. Замаскированы так, что от обычных деревьев и кустарников их не отличишь. В этом искусстве им нет равных. Стой, пограничный ряд, вы задержаны! В таком облачении им порой приходится быть часами. И это их нисколько не утомляет. Даже есть своя прелесть. Плюсы есть во всем. И в пограничном ряде есть свои плюсы. Это, во-первых, нахождение на свежем воздухе. Есть возможность увидеть всю красоту природы. И зимой, и летом вместе с пограничниками несут службу собаки. Они помогают задерживать нарушителей. Для задержания нарушителя тайге много времени не нужно. Прекрасно видит, слышит, чувствует неприятеля. Давай, применяй служебный собак. Вот! Такой четвероногий на границе незаменим даже в век высоких технологий. Поэтому пограничники считают собак, которых привлекают на охрану российских рубежей вот уже почти две сотни лет, не просто животными, коллегами. Служба на границе не заканчивается никогда. Те, кто с 20, всегда на защите рубежей. И никогда не раскроют секретов. А почему вас называют теми, кто с 20? Ну, так исторически сложилось, что с 20 для удобства организации пограничной деятельности. Но не секрет, что службу несут и под палящим солнцем, и под проливным дождем, патрулируют бескрайние просторы и делают все, чтобы российская граница на Амурской земле была на замке. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». 28 мая – важнейшая дата для всей страны и по другому поводу. 161 год назад российской и китайской сторонами подписан Айгунский договор. Он установил границу между государствами, которая остается таковой до сих пор. По случаю памятной даты к монументу в Верхнеблаговещенском возложили цветы. В самых смелых мечтах, я думаю, те, кто стоял у истоков, и муравьев, ставший Амурским, здесь даже и предположить не могли, как будет развиваться Амурская земля, как будет развиваться Дальний Восток. Но я уверена, что если бы он видел, что происходит сегодня на нашей земле, он гордился бы тем, что он сделал вместе со своими товарищами. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, кто потрудился на благо и процветание русского, Амурского края. И дай Бог, чтобы мы, уже люди, живущие, родившиеся особенно в этом крае в 21 веке, не подвели. В связи с празднованием Дня города водителям придется искать объездные пути. 2 июня с 6 утра перекроют улицу Ленина. Движение по ней будет ограничено до 15 часов на участке от Кузнечной до Мухина. Также с 10.30 до 12 перекроют улицу Комсомольскую от Ленина до Зейской и переулок Релочный от Мухина до Калинина. А участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского будет закрыт до 22.30. Между тем, ограничения 2 июня ведут не только на передвижение транспорта, но и на продажу алкоголя. В этот день его перестанут продавать за 2 часа до начала, во время и в течение часа после окончания массовых мероприятий. А полный запрет коснется мест проведения праздника и прилегающих к ним территорий. Амурские сироты могут провести каникулы в семье. Одноименная социальная акция, призванная познакомить ребят с жизнью вне стен детдома, в четвертый раз стартует в регионе. Специалисты Министерства социальной защиты считают, что гостевой режим помогает детям получить новые бытовые навыки и просто насладиться теплотой общения с взрослыми. В семьи приглашают детей старше 10 лет. У нас есть такая категория детей-сирот, как дети, живущие в общежитиях, в колледжах, которые уже учатся. То есть это дети где-то 15-18 лет. И вот на летний период они тоже остаются, ну скажем так, в колледже идет ремонт, в общежитии или еще что-то. Ну то есть такая вот не очень приспособленная для жизни обстановка. В прошлом году в гостях у 87 семей побывали 105 детей. 24 из них остались у этих амурчан насовсем. Сейчас в Министерстве соцзащиты готовится к очередному сезону. Благовещенцам, желающим устроить ребятам каникулы, необходимо подать в органы опеки документы. Более подробную информацию о социальной акции «Каникулы в семье» можно получить по телефону 200-269 и 200-242. В опеке нуждается и новый постоялец городского зоопарка. Три дня назад в вольере центра впервые появился олененок. Его привезли охотники. Они обнаружили истощенные и отбившиеся от родителей животные в поселке Талакан. Сейчас пятнистого лечат и откармливают козьим молоком. О дальнейшей судьбе амурского Бэмби узнавал наш корреспондент. Вместо манкиной груди пластиковая бутылка, а олененок все равно сосет молоко, причмокивая. Видео, на котором кормят маленького Егора, покорило сердца интернет-пользователей. Повторить трапезу в присутствии нашей телекамеры отказался. Проявляет характер. Гулять, гулять. Я же гулять хочу. Гулять олененку пока рано. Впрочем, Егор своих сверстников уже опередил в развитии. Обычно новорожденные парнокопытные лежат до 14 дней, а он недельный на ногах. За успехами малыша ежедневно следит Татьяна Казимирова. Ветеринар заменила пятнистому новоселу маму, несмотря на отсутствие опыта в выхаживании оленей. Сложность была именно в том, что он был не совсем здоров. То, что у него были проблемы с пищеварением, поэтому нам приходилось, естественно, и лекарства вливать в него. Естественно, они неприятные, ему не нравятся, выплевывает. А так нет, поесть любит, запихивать не приходится. Сколько ест в день? Ну, минимум 4 литра. Егора, Егора, Егорочка. К своему имени Егор уже привык. Безопаске подходит, если его позвать. И в принципе стал очень ручным. Любит, когда гладят, целоваться и особенно лизать волосы. При встрече с охотниками такая храбрость может стоить ему жизни. Отправлять Егора в дикую природу категорически нельзя. Специалисты зооцентра хотят оставить его себе. Проблема лишь в том, где его содержать. Сейчас он может поместиться в любую клетку, но уже через полтора года у оленя вырастут рога. Они могут достигнуть метра в высоту, и уже в обычный вольер ему не зайти. Поэтому в зоопарке хотят построить специальный, чтобы поселить в нем не только оленя Егора, но и косуленка Яшу. Ну, примерно 20 на 4 вот такое вот у нас есть место, где мы им сделаем нормальный вольер с загончиком, с местом, где они будут кушать. Я думаю, что на год им достаточно будет этого места. Средств, ну, больше 100 тысяч нужно. Номер карты, на которую можно перечислить пожертвования, на экране. Кстати, сейчас у любого благовещенца есть возможность стать опекуном Егора. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город». Сделать доброе дело горожан призывают и благовещенские юристы. 8 июня в парке «Дружба» они организуют благотворительный забег в поддержку тяжелобольных детей. Подобную акцию проводят по всей стране уже пятый год подряд. В областном центре забеги проходили дважды. В 2017 году преодолеть дистанции в несколько километров пожелали почти четыре десятка человек. В этот раз организаторы планируют увидеть еще больше бегунов. Регистрация уже открыта на сайте legal.ran. Желающим поучаствовать в забеге предстоит оплатить взнос за участие 500 рублей. Средства сразу же поступят в фонд «Подари жизнь». Заявить о своем участии можно также непосредственно перед стартом. Любители сжечь резину собрались на картодроме вблизи областной столицы. Там прошел первый этап чемпионата города по любительским кольцевым гонкам «Тайм-Атек». Седьмой сезон собрал свыше 20 пилотов из Благовещенска, свободного Тамбовки и Хабаровска. Они сразились в умении входить в повороты и преодолевать прямые отрезки трассы на высокой скорости. В этом году организаторы задачи участникам усложнили. Вместо обычных дорожных фишек поставили тюки с сеновесом по 15 килограммов. Они выполняют роль искусственных ограничителей скорости – ретардеров. Многие зрители зададут вопрос сразу, а зачем это? В связи с тем, что соревнования любительские и автомобили не оснащены каркасами безопасности, напрямую мы должны избавить скорость, чтобы скорость была незапредельной, и чтобы это было безопасно для пилота. В связи с этим мы сделаем искусственные ограничения, выстраиваем вот это ограждение, скажем так, и они его уже объезжают. За сезон пилотам предстоит пройти еще три этапа. Победителя назовут на закрытие последнего тура – 12 октября. На этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, прислать историю, фото или видео вы можете на наш WhatsApp. Они могут стать новостью в программе «Город». Спасибо за просмотр и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин